Они покинули свою родину, оставили близких, друзей, любимую работу, потому что не могли иначе. Это какая-то противоестественная, дикая, совершенно мне непонятная, зачем и кому нужная. Не знаю, с моими друзьями, грубо говоря, понимаешь? Их не поняли коллеги и армия поклонников. Я знаю, что я не предатель. Я точно знаю, что я не предатель. Артисты, которые открыто сказали нет войне и режиму Путина. Людям страшно. Война – это страшно. Это очень страшно. Даже здесь. А там я даже не представляю. Мы не можем до конца представить себе, что это такое. Впрочем, за эти полгода некоторые из них вернулись. Иван Ургант поспешил всех заверить, что никуда не эмигрировал и, несмотря на то, что его шоу закрыли, продолжает шутить над коллегами. Так, во время онлайн-переговоров уколол уволившийся Нагиева, который весной открыто высказался против войны. Вот пишут люди. Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела. Это Дмитрий из Москвы, у которого вести голос больше нет сил. Иван Ургант, шоумен. Вернулся юморист Семен Слепаков и актер Эммануил Ветроган. Режиссер Константин Богомолов продолжает трудиться в своем театре, пока супруга Ксения Собчак наслаждается отдыхом. Правда, даже в отпуске журналистка продолжает работать, не боясь спрашивать о войне. Ну, вот как-то жизнь, я думаю, у тебя и у меня у нас всех разделилась на до и после. Вот как твоя жизнь изменилась? Как сегодня живут те, кто не побоялся сказать вслух, нет войне. Жалеют ли? Хотят ли вернуться? Чулпан Хаматова, актриса кино и театра, сыгравшая сотни ролей, сегодня из-за своей открытой позиции вынуждена была бежать из России. Мне кажется, что я готовлюсь к спектаклю. Но в эту же секунду я получаю какое-нибудь сообщение, что девочка в Мурюполе умерла от перевоживания. Шестилетняя. И мои переживания по поводу того, что я лишена любимого своего дела, они отходят на второй план. И оказалась отвергнута на родине. Смотришь на некоторых уехавших звезд и нет ненависти. Вызывают скорее презрение и жалость. Угробили жизнь, карьеру и совершили большую ошибку, которую наверняка уже осознали, оказавшись за бугром. Хаматова влачит жалкое существование в Латвии. Роман Худяков, депутат Госдумы. Чулпан обосновалась в Латвии. Здесь она уже полгода. У актрисы свой дом. Она активно учит язык и роли. Новый Рижский театр впустил актрису под свою крышу. Я здорова. Дети мои здоровы. У нас есть еда. У нас есть кровь. Я была готова на все. Стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять могу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики. Чулпан играют в новом спектакле «Постскриптум». Журналисты после премьеры назвали спектакль «Сеансом экзорцизма над Путиным». После этого спектакля зрители попросили не аплодировать. И пока зрительский поток стекал, то ли с четвертого, то ли с пятого этажа, на лестнице тоже стояла тишина. Каждый нес свой ком в горле. Как закончилась премьера спектакля «Постскриптум», который поставил Алвис Херманис, и в котором сразу пять ролей священника, насильника, учительницу, девочку и автора сыграла потрясающая Чулпан Хаматова. Даже нельзя сказать сыграла. Она их прожила. Одна на сцене все полтора часа. Связав воедино бесов Достоевского, расследование Анны Политковской о трагедии Норд-Оста и сегодняшнюю бучу с Мариуполем. Получилось мощно и страшно. Спасибо, Чулпан, Алвису и всем причастным за столь сильную работу. Татьяна Фаст, журналистка. Также актриса в августе вышла на сцену со своим коллегой по цеху Анатолием Белым. На следующий день жена пошла гулять с обоими в воде и опять долго отсутствовала. Утомленному солнцем Никите Михалкову игра актеров пришлась не по вкусу. Я не вижу смысла сейчас осуждать, но хотел бы, чтобы их места заняли молодые, талантливые, чтобы их не занимали эти монстры. Никита Михалков, кинорежиссер. Ах, у друг и друг Евгений Миронов в любых вопросах о Чулпан боится как огня. Осуждение, извините, Чулпан Хаматова все-таки хочет. Не-не-не, ребята. Руководитель же Анатолия Белого Константин Хабенский заверил артиста, что двери для него открыты всегда. Напомним, Анатолий Белый окончил театральный сезон и уволился из МХАТ имени Чехова, так как не смог больше находиться в стране, которая несет смерть, и уехал с семьей в Израиль. В Израиль переехал и Андрей Макаревич, который совсем недавно стал вновь отцом. Знаешь, у меня не было других вариантов рожать не в Израиле. То есть, ну, естественно, я израильтянка, ребенок израильтянин. Где мне его еще рожать? С ребенком помогает теща. Молодая жена Макаревича перевезла в Израиль из Киева свою маму. Это был большой шок для них, мне кажется, просто, знаешь, ментально перейти в другую фазу, что нужно спасаться, а еврейские, израильские организации, Худа Целая и Хаббат, многие очень помогли в эвакуации. Андрей Макаревич резко высказывается против войны еще с начала 2014 года. Мир сильно поляризовался. Те, кто меня поддерживает в моих взглядах и в моих чувствах, они меня и так поддерживают, я это знаю. Те, кто со мной не согласен, они мне малоинтересны. Я совершенно не имею желания вступать с ними в дискуссию. И несмотря на то, что сегодня рок оказался в резервации, квартирники или небольшие концерты за рубежом, Макаревич не унывает. Утро. Мою посуду. Жена пошла в ТИР тренировать скоростную стрельбу. Гармония. Андрей Макаревич. В Израиле семья занимается виноделием. Значит, это наше первое вино. Красота. Оно называется «Три кота». И уже в сентябре Макаревич вместе с группой «Машина времени» даст долгожданный концерт в Тбилиси в ноябре в Казахстане, а с февраля 2023-го отправится в тур по США, где запланировано 12 концертов. С туром по Европе отправился еще один невозвращенец Максим Галкин. Продолжает шутить и резко критиковать российскую власть. Ну, это нормально. Нравится, не нравится, надо расширять. И абсолютно не переживает по поводу невозвращения. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы. Малайзийский Боинг – это не мы. Мариуполь сравняли с землей – это не мы. А вот Примадонна решила оставить молодого мужа и вернулась в Москву. А ты читаешь, что меня нет. Монеточка в Литве дает концерты и готовится стать мамой. Конечно, у меня очень снизились требования к моему будущему. Если раньше я очень тщательно в Москве выбирала больницу, выбирала доктора, чтобы на родах обязательно присутствовал доула, чтобы был обязательно вот этот врач, то сейчас мне главное, чтобы на родах присутствовал хотя бы один акушер. И где это уже будет происходить, в какой стране – уже на втором месте. Пережившая начало войны в Киеве, а ныне живущая в Испании актриса, телеведущая, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание» Татьяна Лазарева, активно занимается волонтерской работой. Ну, здесь будут всякие мероприятия и спортивные, и концерты, и лекции просветительские всевозможные, и для детей всяческие мероприятия, в том числе там ярмарки какие-нибудь, распродажи, тоже все деньги собираются на благотворительность. Я же с «Созиданием» когда работала, мы делали много мероприятий, в том числе большой аукцион, вот такое мероприятие мы хотим тоже здесь провести. А Рината Литвинова в Париже трудится над новым проектом, снимается в небольшом фильме, участвует в показах мод именитых кутюрье. Дабы не расстраиваться, что в России отменили повторный прокат драмы «Северный ветер», кинопрокатчик отказался от комментариев по поводу сложившейся ситуации, сказав лишь, фильм сняли с показа по независящим от них обстоятельствам. «Коротая досок» вместе с литвиновой певица Земфира снимает клипы. Кошмар в связи каждую ночь. Готовятся к туру по Европе в планах более десяти концертов. России в этом списке, как вы понимаете, нет. Вот так они начинают жить по-новому, бежав обезумевшей родиной, которая несет смерть и насилие в надежде отыскать свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова